Очередная посадка микрозелени. Подготовила контейнеры. В контейнеры вкладываю вату. Вот она, простая вата. Видите? Таким хорошим-хорошим слоем. И проливаю водичкой. Прям хорошо-хорошо вату проливаю водой. И вот так вот, видите, мокренько. Чтоб не плавало совсем, но чтобы водичка была. Вот. Утаптываем. Сейчас посмотрю по количеству семян в упаковке. Но лоточки у меня большие. Обычно делю на два или на три сорта разных. Ну, тут, наверное, выйдет два сорта. Вот посажу клевер, например, и амарант овощной в один лоток. В другой лоток посажу, например, горчица у меня есть и брюква. Семена бывают разные. Какие-то совсем мелкие, какие-то идут покрупнее. Вот у клевера, видите, семена маленькие, такие мелкие-мелкие. Просто вот так сверху рассыпаем. Я пол контейнера заполнила, мне достаточно. Вот еще на раз осталось. То есть половина семян еще. Пакетикам не хватает где-то на два раза. Ну, а после того, как семена рассыпали, слегка их сбрызгиваем водичкой. Вот видите, как могут отличаться семена по размеру. Это дайкон, а вот это овощной базилик. Вот такая может быть разница. Так, еще хотела сказать, любые семена для посадки на микрозелень не подойдут. Нужны специальные семена, вот микрозелень. Почему? Потому что любые другие семена могут быть обработаны какой-то химией. А поэтому нельзя употреблять их будет в пищу в ростках. А это будут чистые семена, прям чистенькие, ничем не обработанные. Вот микрозелень, которую посадили с вами самую-самую первую. Это у нас салат, это у нас капуста какая-то, сейчас я посмотрю. Это у нас рукола. Посмотрите, какая рукола. Шикарная. Это у нас капуста краснокочанная. А вот это капуста японская, видите? Слабовато лезет. Так, ну это вот, что я посадила совсем-совсем недавно, позавчера. Позавчера я сажала, вот она. Только-только все проклевывается.